Привет, ребятушки! Итак, из прошлых видео вы уже в курсе, что в мире животных порой творится какой-то лютый пи***ц. Муравьи держат лю в виде скота, шимпанзе устраивают войны, жёсткий маньячелоскопут насаживает жертв на острые шипы, детёныши-акулы устраивают мочевого в утробе матери, чтобы выяснить, кто из них единственный выйдет на свет, ну и морские котики – насильники пингвинов. Так вот, вот эти вот грёбаные, обезбашенные, неадекватные извращенцы мира природы – это всего лишь милипусечный процент от всех животных безумий. Возьмём тех же износявканных пингвинов, которые якобы такие страдальцы и беспомощные милые птички. А вы в курсе, что самцы пингвинов совокупляются с чем угодно? С самками, с самцами, трупами самок, с детёнышами, с землёй. Также они насилуют самок большими группами, в процессе давя яйца. И всё это есть в отчётах британского исследователя Джорджа Левика. Так что пингвины занимаются сексом явно не с целью репродукции. Изнасилование, однополой связи, гомосятина, некрофилия – такое ощущение, что у них даже свой пингвин и порносайт есть. И отсюда выходит, что вот это вот видео нифига не изнасилование морским котиком, а хорошо оплачиваемая услуга морским котикам. На оригинальную звуковую дорожку, которую были наложены звуки природы. О, о, да, давай, ещё, ещё, о, да, садись, о, о, давай, ещё, ещё. Двигаемся дальше. Как вам эти симпапульки? Дельфины, кошечки, горностаи, которые в случае чего могут начать убивать. И не из-за жажды голода, а тупо ради удовольствия. Домашняя кошка любит оттачивать мастерство охоты на мышах, периодически издеваясь над жертвой, давая ей надежду убежать. Ну а после тупо играется с трупом, как с бантиком. Дельфины – разумные существа. Причём настолько, что догадались играть морскими свиньями в волейбол. Ломая им ребра, разрывая печень, пробивая лёгкие и делая обширные кровоподтёки. После чего тупо выбрасывая их на берег, как лопнутые и сдутые мечи. Ну а что, кто им чё скажет? Они и человеку могут пи***ей дать, и акулы их стороной обходят. Ну а горностаи, помимо того, что также любят убивать животных без всякой на то причины, так ещё и делают это с гораздо крупнее себя жертвой. Также горностаи может забраться в курятник и убить каждого цыплёнка, которого увидит. Да, первые несколько штук пойдут в пищу, но потом он, как маньячева, поедет кукухой и начнёт тупо просто перекусывать шею одному за другим, оставляя их на месте преступления. Но это ещё не всё. Горностаи – не только маньяки-убийцы, но ещё и насильники и педофилы. Очень часто у горностаев самец пробирается в нору с новорождёнными щенками и затем насявкает и оплодотворяет всех молодых самочек. Несмотря на то, что беременность у горностаев длится 4 месяца, зародыш в утробе в определённый момент перестаёт развиваться, дожидаясь, пока молодая самка подрастёт. Поэтому, несмотря на раннее оплодотворение, роды проходят только год спустя. Так что, вроде как бы, не сильно критично. Да? Да. Пи***ь, да. На самом деле, это же скач. А так как ещё зачастую нора матери этих щенков находится на территории того самого самца, с которым она к тому же ещё и спаривается, то как бы получается, что эти грёбаные горностаи ещё и инцестники. Ну да ладно. Подели, дели, дели. Цену по четвертям подели. Не откладывай сразу, купи. Подели, дели, дели. С Подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Все мы с вами знаем из Короля Льва, что гиены это такие жёсткие, беспощадные, злые типы. В виде гопарей, которые создали свои ОПГ и всех терроризируют. Ну а в реале всё намного хуже. Из-за того, что у самки гиены уникальная урогенитальная половая система, где её половой орган достигает огромных размеров. И не то чтобы в сравнении с самцами, да и вовсе с некоторыми из вас. Из-за которого первые натуралисты, начавшие изучать гиен, поначалу думали, что многие гиены являются гермафродитами. А, либо гомосеками. Так вот, мало того, что у них эта штуковина огромных размеров, так ещё и детёныши рождаются именно из неё. В связи с чем, самки зачастую умирают при этом в муках. Поэтому, если маленький гиеныш всё-таки выжил при родах, то он оказывается по уши накачанной тестостероном, болью, местью и ненавистью к этому миру. Что в итоге выливается в беспричинную агрессию и схваткам со всеми до смерти. В том числе и между собой. В том числе и в детёнышеском возрасте. Ну а кукушки? Мало того, что эти мрази могут предсказать твою смерть. Кукушка, кукушка, а сколько мне жить осталось? Ку? Ха-ха, чё ты гонишь-то? Я здоров как бык, не могу я так быстро умерять. Так ещё кукушки не самые лучшие матери. Они частенько подбрасывают свои яйца в чужие гнёзда. Но не просто так в любое время и кому попало. Будущая бывшая мать тщательно выбирает семью для своего птенца. Потом наблюдает за ними и подстраивается под пополнение в новом семействе. При этом, чтобы её птенец не родился раньше времени, она регулирует скорость развития своего яйца. Периодически кладёт его в холодную воду. И когда приходит время, она незаметно подбрасывает его в чужое гнездо. Тук-тук-тук. Да-да. А, здравствуйте, я автостраховой агент. Это не вы случайно стукнули вон ту машину? Какую? Твою мать, с***! Это была кукушка. Также извращённое материнство присутствует и у кроликов, и у самок-клеща. Одни могут возбудиться от запаха половых желез своих крольчат и в состоянии возбуждения растоптать их херам. Другие же способны откладывать яйца без оплодотворения. А когда потомство вырастает, новоявленная мать спаривается с ним, после чего сыновья умирают. Затем родительница откладывает ещё больше яиц, из которых родится около 500 самок-долгожительниц. Ну и последний же скач в мире животных – самец-каланы. Ну, для тех, кто не знает, это такие морские выдры. Обаятельнейшие создания, которые плавают на спине и потешно складывают лапки на животик. Так вот, самец этой миленькой выдры может изнасиловать белька детёныша-тюленя. И ему насрать, самец это или самка. Причём до смерти. После чего он ещё в течение недели может неоднократно вернуться и надругаться над трупом детёныша. Либо таскать его за собой, периодически потрахивая. Так что, мораль. В мире животных, как и в нашем человеческом мире, порой нужно бояться нездоровых и страшных новитособей, а миленьких и, на первый взгляд, казалось бы, безобидных существ. Ведь именно у них в башке творится лютая дичь. Ну а на сегодня на этом всё. С вами, как всегда, был я, Брок из Академии Брокколи. И спасибо за внимание. Ну что ж, ребятушки, надеюсь, я открыл вам сегодня глаза на некоторых животных, о которых вы даже и подумать не могли, что они ещё те извращенцы. Но, увы, такова их сущность. Если видео вам, как всегда, понравилось, то с вас лайкусики, подписчики, репостянеры и, конечно же, комментариусы.